Доброе утро, уважаемые коллеги трейдеры! На связи компания Markets. Меня зовут Виктор Паньков. На календаре у нас 15 июня, очередная торговая сессия вторника, и мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. Напоминаю вам о том, что сейчас ведется набор в группу для обучения по той методике торговли, по которой я даю еженедельные аналитические обзоры. Если вас заинтересовало и вы хотите прокачать свою торговлю, то, пожалуйста, переходите на сайт Markets, оставляйте заявку или можете оставить заявку под данным видео. Итак, теперь давайте непосредственно к анализу. Начнем с индекса S&P 500. Как видим, в принципе, наш прогноз с вами оправдался, индекс S&P продолжил рост. Более того, здесь была очень удачная точка входа, причем она была, как видим, дважды. Но для того, чтобы ее получить, нужно было немножко уточнить свои построения. Напомню, что это означает. Мы с вами рассматривали движение коррекционное от данной восходящей волны. И здесь, соответственно, у нас линия поддержки находилась на котировке 42.05.7. Но после того, как цена обновила свой локальный максимум, то есть после того, как мы перестраиваем, видим, что уже у нас немножко подтягивается линия поддержки. Она уже находится на уровне 42.07.9. Поэтому здесь нужно было немножко уточнить свои построения. Тем не менее, после этого мы продолжили двигаться в восходящем направлении. Вчера была еще одна точка входа под занавес американской торговой сессии. Но пока что у нас не добиты цели ни структурные, ни циклические. Ближайшая цель находится в районе 42.77.9. Более дальняя цель 42.98.43.10. Пожалуйста, отмечайте себе на графике. И имейте в виду, что после достижения этой цели мы будем с вами ожидать какого-то коррекционного момента к нижней границе трендового канала. Пока что на текущий момент фундамент и техника нам ничего не говорят о том, что мы должны вот-вот упасть. Несмотря на то, что есть у нас здесь небольшая дивергенция, все-таки для S&P положительная динамика. Поэтому продолжаем двигаться в восходящем направлении. Евро-доллар. По евро-доллару у нас следующая идея. Как мы видим, рассматривали мы восходящее движение. Но после реакции 47 пунктов пролетели. Но после этого уже спустились вниз. То есть все-таки не пошли в восходящем направлении добивать верхние цели, а пошли тестировать нижние в рамках нисходящего трендового канала. Сейчас цена делает трехсоставное коррекционное движение к области сопротивления 1.2146-1.2158. И это хорошая возможность допродать евро по отношению к доллару. Кто еще не сделал, зайти в сделку с небольшим стоп-лоссом. И тейк-профит у нас получится где-то на уровне диапазона 1.20512-1.20616. Это следующая циклическая цель по текущему нисходящему движению. Структурно мы можем немножко пораньше оттолкнуться от котировки 1.20680. Поэтому можете фиксировать сделки немножко заранее. Фунт-доллар. Здесь мы продолжаем двигаться во флетовом диапазоне. Флетовый диапазон у нас немножко стал поуже. И на прошлой неделе мы как раз получили очень неплохую точку входа. Напомню, 8 числа мы анализировали с вами рынок и рассматривали верхние и нижние границы. И как мы видим от нижней границы практически без погрешности. Погрешность составила всего лишь 73 пипса. Цена отскочила и прошла в восходящем направлении 100 пунктов. Так что сделка была очень даже неплохая. Надеюсь, кто-то этим воспользовался и заработал. Сейчас. Чего у нас ожидать от данной валютной пары? Ну, исходя из последнего нисходящего движения, мы рассматриваем пока что продолжение этого нисходящего движения к нижней зоне ликвидности, которая у нас пока еще остается не отработанной. Здесь мы можем с вами как оттолкнуться от текущей линии сопротивления, так и пройти до линии глубокой коррекции. И цели у нас будут находиться в районе 1.4060-1.4043. Пока что так. Ну, а если мы будем закрепляться выше данных уровней, здесь стоит рассматривать движение к верхней границе. Ну, а при пробое верхней границы мы будем с вами уже заходить в сделку от верхней зоны ликвидности. Здесь у нас есть неотработанные моменты, поэтому отскочить мы, в принципе, должны с вами хорошо. Но пока фунт двигается во флете, какие-то более дальние цели рассматривать нет смысла. Будем наблюдать за тем, как ведет себя цена. Далее, доллар и японская иена. Здесь мы выполнили прекрасное составное движение. Как мы видим, сходили точно на ту размерность, которая у нас была в предыдущем моменте. Это построение нужно было дополнить в течение торговой недели. Ну и помимо этого, как видим, краткосрочные движения также у нас выполнились. Так что точка входа сейчас достаточно такая неплохая. Вы можете еще успеть зайти с небольшим стоп-лоссом. Ну и, по крайней мере, в два раза больше у вас будет первый тейк-профит до уровня минимальной коррекции. Это у нас котировка 109.736 и более дальний уровень 109.530. От этих уровней мы будем рассматривать продолжение восходящего движения в рамках восходящего тренда. Но будьте внимательны. В связи с тем, что мы пока не обновили локальный максимум, вполне возможно, что с текущих позиций мы по нисходящей размерности уйдем вниз на пробой трендового канала. Здесь у нас будет изначально с вами цель в районе 109 ровно. Ну а затем уже после небольшой коррекции и тестирования зеркального уровня 109.200 можем уйти дальше, к уровню 108.823. Будьте внимательны. Далее, доллар-канадец. Продолжаем мы двигаться в рамках среднесрочного восходящего трендового канала. Кажется, здесь тенденция начинает потихоньку у нас изменяться. И сейчас есть неплохая идея на то, чтобы войти в восходящем направлении. Топчемся мы пока что у линии поддержки малой коррекции. Есть у нас уровень глубокой коррекции 1.21.15. От него также можно рассмотреть покупки. Ну и основная цель по восходящему движению в текущем цикле это 1.21.960, 1.22.128. Вот этот вот диапазончик, мы будем его рассматривать как целевой. Затем уже, возможно, будем ловить агрессивные продажи. Либо ждать следующего отката для того, чтобы нам присоединиться вновь к восходящему движению. Пока что по доллар-канадцу все. Движение в нисходящем направлении здесь я пока не рассматриваю. Все-таки мне кажется, что и нефть, и доллар сейчас находятся в такой пиковой точке, можно сказать, от которой мы можем неплохо развернуться. И в отношении конкретно данной валютной пары, поскольку у нас очень много моментов осталось незакрытых, не оттестированных, можем неплохо сходить в восходящем направлении. Поэтому здесь я буду придерживаться пока что бычьих настроений, пока не изменится ситуация кардинальным образом. Далее. Доллар-франк. Доллар-франк у нас рисует широкий флетовый диапазон. Как видим, четко у нас видны границы. На прошлой неделе мы неплохо так оттолкнулись от нашего ключевого уровня. Здесь была неплохая точка входа. И после этого мы уже оттолкнулись от уровня сопротивления. Поэтому здесь идея у нас будет с вами следующая. Пока что мы придерживаемся движения во флете. Поскольку оттолкнулись мы от нижней границы, будем рассматривать движение в восходящем направлении. К верхней границе. Это диапазон 0.9044-0.9055. Лучше всего будет сделку рассматривать вот с этого как раз диапазона, в котором мы сейчас и находимся. Это у нас диапазон 0.8957-0.89712. Можете здесь искать любые подтверждения разворота в восходящем направлении. Будь то паттерн или какой-то уровень или опционный уровень. Все что угодно. Все что угодно, что вам поможет найти идеальную точку входа. Ну и после этого заходим и собираем 77 пунктов профита до верхней границы флетового диапазона. Ну а после этого уже будем смотреть как поведет себя цена. То есть либо это будет какой-то разворотный момент и движение в нисходящем направлении. Либо это будет пробой, закрепление и движение в восходящем направлении до следующих наших целей, которые мы отмечали ранее. Далее. Австралиец доллар. Здесь я специально не менял построение, не рисовал ничего нового для того, чтобы показать, как важно иногда уточнять построение. Поскольку не всегда то, что мы рисуем изначально, оно будет актуально и после того, как цена немножко изменит свои границы. То есть обратите внимание, мы с вами анализировали вот в этот момент рынок и мы имели с вами вот такое восходящее движение, от которого построили два уровня минимальной и глубокой коррекции. Но затем, как мы видим, цена скакнула вверх, собрала гигантские стоп-лоссы, которые здесь у нас находились и после этого моментально рванула вниз. Соответственно, теперь мы уже перестраиваем нашу сетку Fibonacci вот таким образом и получаем новые два уровня. Раз и два. И что мы видим в итоге? У нас первый уровень мы благополучно пролетели, а вот от второго уровня практически с минимальной коррекцией мы могли зайти и отработать. Движение до предыдущего уровня. И таким образом, даже если бы мы здесь заходили на уровне минимальной коррекции, то у нас была бы возможность закрыться в неплохом плюсе, ну как минимум без убытки. Поэтому будьте внимательны, когда цена меняет свои границы, когда происходит обновление локальных минимумов и максимумов, обязательно нужно перестраивать наши границы и те цели, которые мы с вами намечаем. Сейчас, что нам ждать от текущей ситуации? Мы продолжаем двигаться в рамках нисходящего трендового канала, несмотря на то, что мы немножко границы расширили. В целом у нас тенденция такая же и остается нисходящей. Поэтому рассматриваем с текущих позиций движение в шорт. Здесь, как мы видим, у нас отработал уровень минимальной коррекции. И уровень глубокой коррекции находится немножко выше, как раз под вот этим зеркальным уровнем 0.77.45. Поэтому идея следующая. Поход вниз с текущих позиций уже актуален, но для тех, кто еще пока не присоединился к нему, рекомендую подождать, когда будет пробит локальный минимум. То есть для того, чтобы у нас здесь нарисовался паттерн 1, 2, 3. После этого можно будет уже спокойно заходить в шорт, присоединяться к общему движению. Ближайшая цель находится в районе 0.76.53, 0.76.63. Да, ну а для тех, кто любит побольше профит, можно, в принципе, подержать до вот этого ключевого минимума. Это 0.76.45. То есть пока здесь идея вот такая. Далее, по новозеландцу. По новозеландцу также мы не пошли в восходящем направлении, а после некоторых реакций от ключевых уровней поддержки улетели вниз. Сейчас мы также, как и на австралийце, оттолкнулись от уровня минимальной коррекции и идем в нисходящем направлении. Поэтому здесь также рассматриваем движение в шорт. Ближайшая цель 0.70.72, 0.70.90. Это наш целевой диапазон. В принципе, пока что здесь больше целей не намечается. То есть пока что вот это основное движение, которое нам нужно отработать. Тем более, видим по циклу. Плюс-минус мы сюда и должны прийти. Ну а после того, как мы уже сюда придем, здесь можно будет рассматривать дальнейшие идеи. То есть это будет либо полная составная коррекция, которая была до этого, либо это будет изначально какая-то частичная коррекция на ту размерность, которая у нас была ранее. По крайней мере, видим, что вот эта размерность, которую мы здесь имели, она полностью здесь отработалась. И сейчас мы идем в нисходящем направлении. Поэтому, возможно, она еще раз отработает до вот этого зеркального уровня. А затем мы продолжим движение вниз. Это будем смотреть уже по факту. Золото. Золото, конечно, удивило. Честно скажу, не рассчитывал я на такое мощное движение в нисходящем направлении. Несмотря на то, что мы немного скорректировались, это было, ну, по крайней мере, в рамках какого-то сценария по поводу того, чтобы сначала сделать коррекцию, оттолкнуться от нужного нам ключевого уровня для более удачной точки входа, ну, а затем пойти в восходящем направлении. Ну, а что мы по факту видим? То есть, вроде от уровня-то отскочили, и точка входа была прям шикарная на 300 пунктов практически без погрешности. Ну, а после этого свалились еще ниже. Причем свалились, обратите внимание, четко по предыдущей размерности. Сейчас, поскольку мы снизу отработали зоны ликвидности, сверху зоны ликвидности у нас также отработаны. Теперь цена вольна идти туда, куда ей укажет путь наименьшего сопротивления. Пока что технически мы смотрим вниз, исходя из вот этого срыва цены. Поэтому будем рассматривать продолжение нисходящего движения, либо от уровня минимальной коррекции, либо от уровня глубокой коррекции. Уровень минимальной коррекции мы уже оттестировали. Уровень глубокой коррекции 1882.03. И цели по данному движению у нас находятся вот здесь, диапазончики. Давайте посмотрим. Так, 1810.96 и 1823.48. Вот такие цели по снижению на золоте. Дивергенция здесь у нас также глобальная присутствует, но она пока что не такая мощная, не такая сильная, поэтому вполне возможно, что мы нарисуем еще одну волну снижения, перед тем, как развернуться и уйти на коррекционное движение наверх. Пока рассматриваем именно такой сценарий. Серебро. Серебро отработало верхние зоны ликвидности. Здесь также у нас была очень такая неплохая точка входа. Вчера мы получили еще одну точку входа на откате от уровня глубокой коррекции. Ну и пока что здесь также мы рассматриваем движение вниз, к нижним зонам ликвидности, которые остались у нас неотработанные. Ближайшая цель это 26976. Более дальняя 26726822. Ну и максимальная структурная цель также можете себе пометить. Это 26638. От какой цели будем мы откатываться, это будем смотреть уже по факту. Сейчас трудно сказать, но тем не менее, если даже мы с вами прочертим вот такой трендовый канал, то видим, что в принципе нас может сдержать уже зона ликвидности и до максимальных целей мы можем не дойти, а уйти в восходящем направлении в рамках трендового канала. Поэтому здесь рекомендую вам наблюдать в режиме реального времени за движением цены. За движением цены. Ну а в сделку можно заходить, если вы не зашли от уровня глубокой коррекции, то при пробое локального минимума по паттерну 1, 2, 3. Нефть марки Брэнд. Как бы говорить нам о том, что шатала я ваш технический анализ, я хочу идти наверх. Вообще просто прям наверх, без каких-либо коррекций. Я, конечно, очень ждал на прошлой неделе коррекцию, для того, чтобы поудачнее закупиться, но, увы и ах. Обновили мы в очередной раз глобальный максимум. 73.22 в моменте составляла цена за баррель нефти марки Брэнд, но цели еще не достигнуты. Ближайшие цели у нас находятся в районе 74.04-74.36. Это у нас цели краткосрочные, то есть буквально из последней проторговки взятые. Ну а глобально, как мы с вами видим прекрасно, мы находимся в районе долгосрочных целей циклических, поэтому здесь логичнее будет все-таки искать какие-то разворотные моменты на коррекцию или на смену тренда, несмотря на то, что тренд восходящий. На мой взгляд, цена уже забралась достаточно высоко, и сейчас я буду ждать вот примерно такого же срыва цены, который у нас был несколько недель назад. То есть техническая коррекция, возможно, даже на такую же величину, но для этого нам нужен какой-то фундаментальный фон. Как показывает практика, когда назревает какая-то техническая коррекция, обязательно находится та новость, тот фундаментальный фактор, который способствует отработке данной технической модели. Поэтому будем ждать такого же развития событий, такой же развязки. Здесь можно посмотреть с вами по поводу уровня минимальной и глубокой коррекции. Как видим, уровень минимальной коррекции у нас приходится на котировку 69.48, а уровень глубокой коррекции приходит почти на то значение структурное, которое мы с вами обозначили. Поэтому здесь, в принципе, все справедливо. Так, доллар-рубль. Продолжаем мы снижаться. Была попытка отыграть часть позиций, и пока что мы остаемся в рамках того диапазона разворотного, который мы с вами отмечали еще очень давно. Но 71.61, 72.01. Мы его отмечали с вами еще примерно в феврале. Да, примерно в феврале месяце. И, наконец-то, его добили. Собственно, сейчас я буду ждать также разворота. Мои идеи относительно доллар-рубля, они пока что никак не меняются. Единственное, что здесь немножко изменятся, наверное, цели, которые я буду преследовать. То есть я все-таки уже не буду рассматривать те коррекционные составляющие, которые были до этого. Я возьму последнюю коррекционную составляющую. Вот так ее обозначу. То есть, что я буду ждать? Чего я буду ждать? Я буду ждать трехсоставного коррекционного движения в область цены 72.58 с текущих позиций. После этого дождусь коррекции. Либо это будет ретест зеркального уровня 72.35, либо это будет более глубокая коррекция на вот такую составляющую. Ну и после этого уже зайду непосредственно в лонговые сделки, зафиксируя первый тейк профит на котировке 73.57. Ну а дальше уже буду держать, насколько эта позиция позволит. Вот такой план у меня торговый на доллар-рубль. Так, и давайте посмотрим, как отработалась у нас евро-иена. По просьбе одного из наших клиентов мы делали обзор по данному инструменту. Но, как видим, в принципе, наш прогноз плюс-минус оправдался. Можно сказать, процентов на 70. Напомню, рассматривали мы вот в этот момент, что мы сделаем еще одно движение вот в эту область. Из этой области мы пойдем уже в нисходящем направлении к целям 132.322, либо дальше по максимальным целям. Ну, как видим, в область мы зашли. Причем, даже если не от уровня 133.550, от которого я рекомендовал продавать, от верхней границы можно было продать с более удачных позиций. И потенциал составил порядка 100 пунктов в максимальном эквиваленте. После этого уже цена отскочила и пошла в восходящем направлении. Поэтому, в принципе, можно сказать, что оправдались наши ожидания частично. Ну, то, что мы вниз не ушли, ничего страшного бывает. Вот сейчас здесь, что мы можем с вами ожидать. Ну, во-первых, видим, что коррекционное движение, которое у нас было предыдущее, оно полностью себя выработало. То есть, в принципе, если мы пробили этот уровень, значит, дальше у нас открыта дорога наверх. Поэтому здесь я бы рекомендовал придерживаться пока что бычьих направлений. А вот до каких пределов, это давайте посмотрим. Так. Ну да. По идее, если мы здесь не скорректировались, то идти нам еще очень далеко. Ну, вот смотрите, сейчас мы находимся вот в таком диапазончике, откуда мы можем еще с вами спуститься. Здесь у нас есть также уровень, от которого мы давеча оттолкнулись. Поэтому, если мы пробиваем этот уровень, то есть рисуем какой-то вот такой паттерн закрепления цены, то здесь можно будет держать сделку в дальнейшем на перехай. Ну, а если мы отскочим, соответственно, будем закрепляться ниже данного уровня, то здесь можно будет рассмотреть коррекционное движение. Причем коррекционное движение, давайте посмотрим, какие у нас здесь границы возможны. 133.237 – это первый уровень. И 133 ровно – это второй уровень. Уровень минимальный и глубокой коррекции. То есть от этих границ, в принципе, можно попробовать отработать какие-то отскоки или продолжение восходящего движения. Это все торговые идеи на сегодня. Надеюсь, вам было полезно данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий обзор. Оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте о том, что ведется набор на обучение по данной торговой системе. Если вы хотите прокачать свои навыки торговли, то, пожалуйста, записывайтесь. По поводу условий вы можете уточнить на сайте Amarkets, либо оставить комментарий под видео, я вам обязательно про них расскажу. Хорошего дня и удачной торговли!